Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Мы начинаем нашу передачу, которая транслируется в прямом эфире в рамках цикла ведущей клиники России из Московского научно-исследовательского института имени Петра Александровича Герцена. По ходу передачи вы можете задавать вопросы. По другому эфире мы постараемся на них ответить. Тема сегодняшнего эфира – диагностика и лечение рака щитовидной железы. Эта тема достаточно актуальна в настоящее время, потому что, несмотря на проведение скрининговых программ, заболеваемость достаточно высокая. Ежегодно около 10 тысяч человек в Российской Федерации заболевают раком щитовидной железы. И благодаря усилиям онкологов, молекулярных биологов, генетиков, в настоящее время делается все для улучшения результатов. И несмотря на возрастание заболеваемости, показатели смертности не только увеличиваются, но и в ряде регионов снижаются. Позвольте представить вам участников сегодняшней программы. Здесь собрался коллектив двух филиалов Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Александровича Герцена и урологического центра имени ЦИБА, филиал которого, оба филиала являются единым учреждением, Национальным медицинским и исследовательским урологическим центром. Начнем представлять сотрудников института Герцена. Это Крылева Людмила Алексеевна, отделение медицинских наук, сотрудник отделения химиотерапии. Это Ратушный Михаил Владимирович, старший сотрудник медицинских наук, отделение микрохирургии. Это Ратушный Михаил Владимирович, старший сотрудник отделения микрохирургии, кандидат медицинских наук. Артем Рубянич Геворков, кандидат наук, старший сотрудник отделения радиологии. И Элик Сергеевич Севрюков, кандидат медицинских наук, заведующий отделение микрохирургии. Далее, здесь, как я уже сказал, присутствуют сотрудники логического центра изогнястка. Позвольте их также представить. Это Пашин Владимир Сергеевич, доктор медицинских наук, заведующий отделением ультразвуковой диагностики. Ирина Алексея Мурович, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения радиохирургии с закрытыми радионуклидами. Северская Наталья Викторовна, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог. Медведев Виктор Степанович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением радиохирургического лечения с закрытыми радионуклидами. И Гарбазов Петр Иванович, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения радиохирургического лечения открытыми радионуклидами. И Кочетова Татьяна Юрьевна, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения радиохирургического лечения открытыми радионуклидами. Сегодня мы вам представим два клинических случая, две истории болезни пациентов, которые прошли лечение в нашем центре. И начнёт представление первого клинического случая Михаила Владимировича Радуша. Итак, первый случай. Пациентка 64-х лет с клиническим диагнозом рак щитовидной железы 4-й С стадии, СТ4, Н1, Б, М1 с метастазами в лёгкие и грудинные. При обращении пациентки к нам в клинику стало известно, что в 92-м году по поводу узлового образования правой доли щитовидной железы пациентке по месту жительства было проведено хирургическое лечение. К сожалению, медицинская документация нам представлена не было, поэтому о морфологической структуре узлового образования щитовидной железы мы не знаем. Далее, в сентябре 2014 года у пациентки была остро-респираторная вирусная инфекция, по поводу чего ей было выполнено рентгенологическое исследование органов грудной клетки, при котором было выявлено опухолевое образование грудины и очаговое образование в лёгких. По поводу чего она была направлена в Архангельский онкодиспансер, где при обследовании выявлен был популярный рак щитовидной железы с метастазами в лёгкие и грудинные. Далее пациентка была направлена в наш институт. При обследовании у пациентки по данным компьютерной томографии в лёдочной ткани с обеих сторон определяются метастатические узлы размерами от 5 мм до 2 см. Выпыта в плевральной полости выявлено не было, средостение структурно. Также в мягких тканях передней грудной стенки, в проекциях грудины, с распространением на всю её толщу, это рукоятка, тело, нечевидный отросток, которые не дифференцировались, определяется опухолевое образование общими размерами 78 на 56 на 175 мм. Опухоль вовлекает реберные хрящи с первого по шестые ребра с обеих сторон, распространяясь в средостении, интимно прилегая к восходящей аорте, перикарду передней стенки бракево-цефальной вены и висцеральному лескуп левого-правого-лёгкого. По данному ультразвукового исследования правая доля щитовидной железы удалена, перешейка 16 мм, левая доля щитовидной железы размерами 45 на 12 на 16 мм, в нижнем полюсе которой определяется опухолевый узел размером 13 на 8 мм. По ходу сосудистых пучков шеи изменённые лимфатические узлы не определяются. В пациентке проверена морфологическая верификация. По данным ацетологического исследования из узла левой доли щитовидной железы, выявлены клетки папиллярного рака. Была выполнена трепан-биопсия опухоли грудины. Заключение звучит следующим образом, что это злокачественное новообразование. Необходимо исключить первичную опухоль щитовидной железы. Таким образом, коллегам предоставляется возможность обсудить тактику лечения данной непростой пациентки. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы по представлению истории? Дифференцированная опухоль щитовидной железы и есть метастазы в кости и лёгкие. Выполнялись ли какие-то исследования изотопные ещё для того, чтобы оценить распространённость этой воли? Да, пациентке дополнительно было выполнено остеосцентеграфия, при котором было выявлено накопление радиофарм препарата только в метастатическом очаге грудины. Дополнительных очагов каких-либо выявлено не было. Уважаемые коллеги, какие варианты о лечении в данном случае вы могли бы предложить? Есть желающие? Скажем. Ну, только единственное, я считаю, даже спалиативной целью необходимо хирургическая височетательность на первом этапе. А на втором уже решит вопрос о лечении радиоактивного и тёда. Тогда, наверное, если этот вариант опухоли был дифференцированным, единственное, конечно, нужно было бы уточнять, что среди популярного рака есть около 10 вариантов опухоли, которые имеют разное прогностическое значение в плане течения заболевания. И понятно, что пациентка с 1992 года не получала, вероятнее всего, никакой заместительной терапии и не была адекватно оперирована на тот момент, когда, в общем-то, история её заболевания как-то очень под завесой находится. И в этой ситуации понятно, что изначально нужно идти на удаление самой щитовидной железы и выполнить цидоредуктивную операцию для того, чтобы в дальнейшем использовать варианты, которые на сегодняшний день прописаны в стандартах и в гадлайнах. Использовать после хирургического лечения супрессивную терапию, но до этого провести исследование с радиоактивным йодом и, по возможности, так скажем, вероятнее всего, что это окажется не единственным очагом, который эта опухоль при таком распространении проявила себя через такое большое время. И вероятно то, что опухоль, поражающая грудину, при таком масштабе невозможно добиться ни лучевым методом, ни радиотерапией. И выбор за хирургическую цидоредуктивную операцию – это, скажем, удел специализированного учреждения, которое может быть подготовлено для того, чтобы провести серьезное хирургическое вмешательство. У меня вопрос к Владимиру Сергеевичу. Позвольте задать. Как Вы считаете, полноценное ли проведено обследование предепрессионное? И какова роль вообще в прозвуковой диагностике выявлений рака щелчей? Роль в прозвуковой исследовании, конечно, очень высока в том плане, что мы позволяем, мы можем выявить мельчайшие узловые образования в органе, мы можем оценить степень местного распространения опухоли, если она прилежит, как в данном случае, к передней поверхности, и оценить ее взаимоотношения с окружающими структурами. Вот по описанию, которое мы здесь посмотрели, там удалена была доля, может быть, поподробнее можно было описать ложе удаленной щитовидной железы, для того, чтобы было посмотреть, нет ли там еще каких-то остаточных явлений. А так, исследование, с моей точки зрения, достаточно грамотное. Ну, можно было добавить и, конечно, сосудистые компоненты исследования, но, тем не менее, вот этих признаков и выполненные под контролем ультразвукоцитологическое исследование вполне адекватны для того, чтобы точно сказать, что да, здесь имеется злокачественная опухоль, которая требует последующего хирургического лечения. Еще у нас также есть вопрос к Алексею Амурычу и Наталье Викторовне. Как Вы считаете, вот в данном случае роль эндопринологов, которые должны были наблюдать эту пациентку в течение трудительного времени, были ли какие-то, возможно, тактические ошибки, ненаправления своих специалистам? И вообще, какая роль гормонозаместительной терапии, супрессивной терапии при таких распространенных процессах и других ситуациях? Ну, сложно, конечно, сказать, потому что диагноз рака щитовидной железы в 92-м году не стоял, поэтому пациентка, конечно, не должна была наблюдаться, по идее, у онколога. Единственным врачом, которому она должна периодически показаться после хирургического лечения, должен быть эндокринолог. Конечно, эндокринолог мы обычно всем пациентам, которые прооперированы, все равно с определенной периодичностью назначаем ультразвуковые исследования, назначаем, проверяем функцию гормонов щитовидной железы, как они работают, и в случае необходимости, конечно, назначаем повторные пункции, либо какие-то дополнительные исследования. И, опять же, повторюсь, что у данной пациентки диагноз рака щитовидной железы не стоял, поэтому никаких других дополнительных обследований, в принципе, эндокринолог бы не назначил традиционно. Если бы мы знали, что там был рак, да, конечно, это был бы совершенно другой режим и динамического обследования. Это было бы исследование, конечно, уровня тереглобулина, который нам бы очень сильно помог в данной ситуации. Ну, так как диагноз не стоял, конечно, в общем-то, все, наверное, верно. Единственное, что я еще сказала, могла бы добавить по диагностике, что в пункции, конечно, было бы интересно взять смыв на тереглобулин вот из этого метастаза в грудину, потому что, в общем-то, этот метод оказался бы наиболее простым, наверное, информативным, чтобы получить информацию, откуда этот метастаз. Действительно, из опухоли щитовидной железы, а может быть, другой природы. Можно я добавлю? К сожалению, тут ситуация сложилась так, что само образование в щитовидной железе не имело первичных проявлений никаких. Ведь симптоматика началась только с поражения грудиной. До этого никто об этом заболевании не знал. И если бы врач увидел там маленький узел в 13 на 5 мм, вряд ли он активно двигался бы в диагностических мероприятиях. Поэтому боюсь, что эндокринолог здесь раньше бы не заболевал. Это особенность течения данного заболевания в данном случае. Я думаю, такое маленькое образование дало такие вот отдаленные метастазы. Раньше вряд ли что-то возможно было сделать. Еще вопрос у Виктора Степановича. Степанович, какой бы Вы предполагаете объем касаемо щитовидной железы хирургического вмешательства для пациента? Ну, объем, скорее всего, был сделан эмуклеацией на первом этапе. Без морфологического исследования. Если бы проводилось морфологическое исследование, наверное, был установлен бы диагноз и все остальное. Но потом оказалось, что практически вся щитовидная железа осталась. И правая доля, и левая доля. Скорее всего, одна доля удалили. Но без морфологического исследования. Мы об этом не знаем, к сожалению. Вот, поэтому и причина в том, что больная, скорее всего, оперирована была не в онкологическом учреждении, а в районной больнице без морфологического исследования. Натеман Григорьевич, еще раз позвольте у Вас тоже спросить, есть ли в данном клиническом наблюдении точка приложения для лицензионной лучевой терапии? Если после операционной гистологической исследования будет полностью соответствовать описанию пультерозакроекартины, и нет выхода в клетчатку, нет увлечения жилой клетчатки окружающей, то, скорее всего, локальная лучевая терапия здесь прогноза не изменит. И точки приложения для меня здесь в данный момент в клинической ситуации не видно. Что касается эстетического поражения грудины, там настолько массивное распространение, что, опять же, предположить, что будет, скажем, где-то положительный край резекции, будут какие-то изменения окружающих тканей, можно и обсуждать можно момент локального воздействия с точки зрения, опять же, превращения продолженного роста в области положительного край резекции, если таковы были выводы. И еще вопрос к Филису Евгеньевичу Северякову. Как Вы считаете, возможно ли были в данном случае планировать какие-то варианты органосохранного лечения по поводу первичного чага? Или здесь дискуссии быть не должно, и пациентке однозначно показано выполнение тиреоэлектомии? Так, конечно, я, получается, согласен с Вами. В данном случае здесь у пациентки однозначно показано тиреоэлектомии и, соответственно, удаление метастаза грудина и с последующим разрешением вопроса у лучевой терапии радиоактивной лекции. И еще один такой, тоже вопрос к Петру Ивановичу. Если бы у данной больной имелось только изолированное поражение грудины и не было от множественных чагов метастазических лекций, было бы показано ей проведение терапии радиоактивным йодом после операционного периода? Такой шанс есть, и таких пациентов немало в нашей практике получают лечение. Но для этого размеры опухоли должны быть не столь масштабными, потому как доза радиоактивного йода для того, чтобы получить радикальную дозу на большой объем опухоли, должна быть весьма большой. И этот клинический случай, он улинкален тем, что такое образование, оно не могло появиться в течение нескольких недель или в течение нескольких месяцев. Такое образование росло годами. И, в общем-то, та история, которую мы сейчас рассматриваем, она, конечно, уникальна в том плане, что только циторедуктивная операция имеет шанс в дальнейшем помогать этой пациентке. Именно циторедуктивная операция удаления метастатического пораженной грудины. Уважаемые коллеги, мы выслушали мнение наших экспертов, специалистов по лечению опухоли данной локализации. Позвольте вам представить дальнейшее лечение нашей пациентки, которое было выполнено в нашем подразделении. Итак, на представительном консервиуме пациентке был выработан план комбинированного лечения с проведением на первом этапе расширенной операции, направленной на удаление максимального количества опухолевой ткани с последующей терапией радиоактивным йодом. План операции был таков. Это произвести реоперацию на щитовидной железе до тиреоидектомии, удалить клетчатку лимфоузлы центральной зоны, произвести резекцию передней грудной стенки с тотальным удалением грудины и послойной реконструкцией с использованием перемещенного фрагмента большого сальника и восстановлением каркасности грудной стенки с использованием титановых сетчатых имплантов. На данном слайде мы видим ультразвуковую разметку опухоли грудины и разметку операционных доступов. На данном слайде представлен кожный разрез, включающий в себя разрез классический на передней поверхности шеи по кохеру и разрез кожи и мягких тканей передней грудной стенки. Здесь представлен этап мобилизации опухоли грудины. Дальше мы видим уже этап удаления грудины. Здесь мы видим клипированные внутренние грудные сосуды. Это мы сделали для того, чтобы при необходимости было возможно произвести микрохирургическую реконструкцию тканей. Но в дальнейшем мы покажем, что это в целом не понадобилось. Здесь мы видим препарат удаленный опухоли грудины. Как мы видим, протяженность этой опухоли у всего препарата порядка 20 см. При этом хотелось бы отметить, что операция выполнялась смешанной группой хирургов. В операции участвовали сотрудники института, занимающиеся опухолями головы и шеи. Также были привлечены специалисты из торокоабдоминального отделения и отделения онкоортопедии. На данном слайде представлено фото послеоперационной раны грудины. Мы видим, что дном раны являются структуры средостения плевральных полостей. Это дуга, аорты, скрыты обе плевральные полости. Видим перекарт с сердцем. Далее нами было произведено восстановление целостности плевральных полостей. Они были вышиты с использованием, как говорится, местных тканей. Дополнительного пластического материала здесь не потребовалось. Здесь представлено фото уже ушитых плевральных полостей. Далее было произведено удаление остаточной ткани щитовидной железы. Также дополнительно были удалены клетчатка и лимфоузлы при партерхиальных областях. Здесь мы видим общий вид операционной раны, раны средостения, грудной клетки и шеи. Далее было произведено мини-лапаротомия. Был сформирован лоскут из фартука большого сальника с питанием на правых желудочно-сальниковых артериях. С целью проведения его на переднюю грудную стенку и тампонады структур средостения. Вот мы уже видим размещенный на грудной стенке сальник, который фиксирован по периметру дефекта. Далее основным вопросом было, как восстановить целостность каркаса грудины, чтобы минимизировать в послеоперационном периоде такое явление, как парадоксальное дыхание. В этом случае нами были использованы титановые сетчатые импланты в количестве двух штук, которые были фиксированы к резицированным фрагментам ребер. И здесь уже представлен окончательный вид операционных ран. На этом операция была закончена. При планоморфологическом исследовании удаленных тканей, узел в левой доле щитовидной железы представлен высоко дифференцированным фолликулярным раком без инвазии за пределы капсулы щитовидной железы. В четырех удаленных лимфатических узлах препаратархиальной клетчатки были выявлены метастазы фолликулярного рака без выхода за пределы капсулы. В грудине инфильтративный рост фолликулярного рака аналогичного строения с очагами некроза, опухоли с вырастанием ребра, прилежащие мышечные структуры. Особо хотелось отметить, что в краях резекции опухоль в роста обнаружено не было. Какие комментарии? Благоу, уважаемые коллеги, вам продемонстрировано выполнение оперативного вмешательства, обширного по своей сути. В данном случае у пациентки был сформирован дефект несовместимый с жизнью без одномоментного устранения, поэтому выполнена многокомпонентная комплексная реконструкция. Как вы можете видеть по данным плавного кислородического исследования, операция выполнена в радикальном объеме. И теперь стоит вопрос о дальнейшем этапе лечения. Я хотела бы спросить у Дмитрия Алексеевна Королёва, как вы считаете, есть ли здесь необходимость назначения химиотерапии у этой больницы? Да, значит, ну, наверное, надо начать с того, что, несмотря на то, что для многих опухолей, к счастью, в наше время мы имеем довольно большое количество противопухолевых препаратов, ну, различных механизмов действий для опухолей, щитовидной железы, любых, ну, и уже поскольку мы говорим о дифференцированных формах, такого прогресса не произошло. Поэтому, и, к сожалению, говоря о дифференцированных, в частности, вот об этом случае, не существует химиотерапевтических препаратов на сегодняшний день, либо гормональных противопухолевых препаратов, которые могли бы быть назначены. То есть пока мы можем говорить только о, ну, наверное, диагностике сначала, и потом о лечении радиоактивным йодом при наличии метастазов. Вот на сегодняшний день то, что мы сейчас обсуждаем, пока о назначении лекарственной терапии, наверное, говорится ровно. И еще вопрос Олег Владимирович, как Вы считаете, прогноз в плане функционального выздоровления пациентки, дальнейшего нарушения функций дыхательной системы после такой операции, или мы можем рассчитывать на вполне успешную функциональную реабилитацию и ухотворительное количество жизни у данной больницы? Ну, собственно говоря, я хотел бы сказать, что мы в нашем отделении, это уже, в общем-то, не первая операция, они выполняются достаточно давно, и, собственно говоря, мы уже можем приблизительно прогнозировать и качество жизни пациентов, и приблизительно в течение послеоперационного периода. И, как, ну, понятно, самый, наверное, сложный период – это первые, там, несколько суток после операции в реанимации, где необходимо обеспечить адекватное дыхание пациентки. И, по возможности, потихонечку переводить ее на самостоятельное дыхание. На самом деле, здесь очень многие вещи зависят, естественно, от качества выполненной операции, которая, собственно говоря, мы выполнены достаточно достойно, с моей точки зрения. И, собственно, как дальнейший прогноз показывает, в общем-то, пациенты абсолютно спокойно в дальнейшем могут нормально дышать и, собственно говоря, вести абсолютно нормальный образ жизни, ну, в случае, скажем так, спокойного течения послеоперационного периода. И у меня вопрос ко всем коллегам. Кто-то хочет высказаться еще по поводу дальнейшей таптики лечения? Что пациентки в данном случае показано? Очевидно, что если нет химиотерапии, должны быть еще средства, которые обеспечивают у таких пациентов хорошую выживаемость. И, в общем-то, действительно таким средством природа обладает. И йод, который использует щитовидная железа для того, чтобы вырабатывать гормоны, является тем проводником для опухоли щитовидной железы, когда речь заходит о том, чтобы справляться с опухолью щитовидной железы, дифференцированным ее вариантом. Как видно из гистологического заключения, дифференцированная опухоль и есть все шансы на то, чтобы дальнейшее ее лечение при наличии отдаленных метастазов могло быть успешно с применением радиоактивного йода. Нужно подождать месяц для того, чтобы клетки, если они остались, были активированы. И в этот момент накопление радиоактивного йода происходит максимально эффективно, что и обеспечивает, так скажем, необходимое действие этого йода в результате воздействия бета-излучения, которое есть в йоде 131. Таким образом, после удаления щитовидной железы нужно месяц неназначения гормональной терапии, для того, чтобы было наиболее эффективно проведено это лечение. И, соответственно, либо это делается в порядке, как обычно при операциях не столь травматичных, не назначается заместительная терапия хирокцина, либо в этой ситуации нужно будет, наверное, посмотреть какое-то время, как реабилитируется пациентка. Но я думаю, что в этой ситуации возможно, что после операции нужно было бы оценить ее гормональный фон и по возможности даже назначить сейчас терапию тероксином или триотиранином, который раньше был, но, к сожалению, сейчас в стране его не имеется. Есть еще один момент для этой пациентки. Возможно, что такой большой объем опухоли мог сопровождаться выбросом гормонам, в том числе за счет этой опухоли. И мы не обсудили, а гормональный статус оценивался перед операцией, насколько уровень гормонов был. В этом случае мы надеемся, что после трех-четырех недель этот уровень гормона будет снижаться в крови и, соответственно, мы можем приступить к лечению радиоактивного йода. Но, опять же, возвращаясь к тому, что ситуация нестандартная, нужно будет оценить ее состояние восстановления на фоне приема тероксина. А уже по следующим четыре недели отмена тероксина и курс радиоотерапии с активностью 4-5 ГБК. Можно добавить еще. Вот в плане дальнейшего наблюдения за этой пациенткой, вот здесь написано с 1992 года, и потом она выпала. Я хотел как раз задать вопрос, потому что, придя к мнению нашего Кассилиева, что требуется терапия радиоактивного йода, мы, конечно, должны будем потом пациентку наблюдать. Я хотел бы у вас уточнить, вот ваше мнение по тому, какие методы исследования надо будет применять, каким интервалом и как долго. В нашем центре, в медицинском радиологическом научном центре, как правило, после таких тиреоид-эктомий, пациентам назначается ультразвуковое исследование области шеи 3, 6, 9, 12 месяцев. Это первый год. Можно, конечно, в этот промежуток времени мы можем найти скрытые или в дальнейшем развивающиеся метастазы. Поэтому эти исследования ультразвуковые обязательны. Первые 3 месяца сложно ложе оценить, там мог быть отек и так далее, и так далее. Но в последующем нужно обязательно исследование у людей, которые специализируются в области ультразвуковой диагностики заболеваний головы шеи. Я хочу сказать, что не ульзи будет являться ведущим методом наблюдения этой пациентки. Но, понятно, что Владимир Сергеевич именно ульзи. А что ульзи есть? Опухолевые маркеры. Для дифференцированной опухоли щитовидной железы действительно есть маркер тиреоглобулин, который необходимо будет оценить в ближайшее время. Потому как уровень этого маркера наверняка перед операцией был значительно повышен. При этом, помимо, и нужно понимать о том, что тиреоглобулин постепенно будет выводиться из организма после того, как удалена и щитовидная железа, и метастаз. И в этом случае исследование этого тиреоглобулина уже через три месяца может оказаться информативным в плане того, насколько эта ситуация хирургически решена или нет, в плане наличия какой-то массива ткани, который вырабатывает этот тиреоглобулин. Естественно, вместе с тиреоглобулином нужно смотреть и антитела к тиреоглобулину, которые мешают обнаружению тиреоглобулина в крови с помощью радиоминологических методов. Я бы хотел добавить, что контроль уровня тиреоглобулина был бы невозможен, если бы не была дополнительной агитомии. Уважаемые зрители, у нас есть вопросы? Наши зрители хотят сказать. Задать вопрос Людмилы. Насколько это частое явление метастаза ракосчетовидной железы в грудину? Прозвучало, что болезнь пациентки началась с проявления метастаза в грудине. Какие это были проявления? Людмила, пациентка обратила внимание на появление припухлости, изменение объема и объема образования в области грудины, но значение этого не продала. И на протяжении 4 лет отмечался рост метастаза, который привел к полной деструкции грудины и хрящевых отрезков ребер. И также есть вопрос от Алины, которая спрашивает, верно ли я поняла, что метастазы в легких и грудине обнаружены случайно при флюорографии по поводу РВИ. Нет, это не так. Как я уже сказал, это была визуально определяемая деформация передней грудной стенки, на которую ни пациентка, ни врачи, которые наверняка смотрели по поводу РВИ и других заболеваний, четвергода внимания не обратили. Что говорит, к сожалению, о том, что экологическая настороженность, не всегда адекватный сбор анамнеза приводит к пропуску таких ситуаций. И вопрос Надежды. Добрый день. Какой уровень ДТГ и кальция после операции? Значит, мы здесь упустили из виду, что в нашей клинике широко применяются методы фотодинамической диагностики, определение околосчетовидных желез для их сохранения оперативных наслаждений. Поэтому уровень гипопаратериоза в нашем отделении достаточно низкий процент после операционной. Поэтому в данный момент уровень кальция соответствует норме. Уровень телеотропного гормона не определялся в связи с недальными сроками выполненной операции. На этом, я думаю, коллеги, мы обсуждение этого случая закончили и переходим ко второму, не менее интересному наблюдению. Итак, второй у нас пациент. На данный момент ему 70 лет. У пациента очень длительный, достаточно для врачей интересный анамнез. Итак, по поводу популярного рака правой доли щитовидной железы с метастазами в лимфоузлы шеи справа в Национальном медико-хирургическом центре. В 2003 году пациенту была выполнена операция в объеме от тиреоидектомии и лимфодисекция на шее справа. После этой операции пациент был направлен в Огнинск, где ему в 2003-2004 годах было проведено два сеанса терапии радиоактивным йодом. Далее пациенту, опять же, в Национальном медико-хирургическом центре по поводу метастаза в притрахиальный лимфоузел. В 2004 году была выполнена операция в объеме притрахиальной лимфодисекции. После этой операции в Огнинске был проведен третий сеанс терапии радиоактивным йодом. Накопление йода не было обнаружено. При контрольном обследовании в 2005 году у пациента был выявлен рецидив опухоли в ложе правой доли щитовидной железы с прорастанием трахеи и подскладочного отдела гортани. Для обследования и лечения пациент уже обратился в наш институт. Следует отметить, что пациент на тот момент вел, скажу так, социально активную жизнь. Он являлся преподавателем, читал лекции. На тот момент пациенту было предложено выполнить операцию по удалению рецидивной опухоли с удалением гортани. Но пациент от нее отказался. И поэтому была выполнена операция в объеме ревизии ложе щитовидной железы, реоперации на щитовидной железе с резекцией трахеи, гортани справа, формированием трахео-гортанного анастомоза с проведением дополнительного лечения в виде интероперационной фотодинамической терапии. В послеоперационном периоде дополнительно еще проводились сеансы фотодинамической терапии. При контрольном обследовании были выявлены метастазы в мягкие ткани поясничной области справа и в левый надпочечник. Также дополнительно был выявлен рецидив метастазов в лимпоузлах на шее справа. В октябре 2005 года пациенту была выполнена операция по удалению метастаза в мягких тканях поясничной области, реоперация на лимфатических путях шеи справа с резекцией внутренней ремной вены и лапароскопическая адреналуэктомия слева. На данных слайдах представлены операционные поля. Здесь на слайдах слева представлен этап операции по удалению остаточных метастазов на шее и справа этап лапароскопической адреналуэктомии. В 2005 году в ноябре месяце был в Обнинске проведен четвертый сеанс терапии радиоактивным йодом. В 2006 дополнительно проводились сеансы фотодинамической терапии на область трахиогортанного анастомоза. При контрольном обследовании в декабре 2006 года у пациента вновь выявляется прогрессирование заболевания в виде появления метастазов в мышце левого бедра, в связи с чем была выполнена операция в объеме паховой лимфодисекции с резекцией мышц бедра. При контрольном обследовании, это уже у нас 2007 год, выявляется рецидив опухоли на шее с поражением правой половины гортани. В том же году пациенту уже выполняется операция в объеме ларинкоктомии с одномоментным голосовым протезированием и сеансом интероперационной фотодинамической терапии. На слайде представлена разметка доступа на шею и удаленный препарат с гортанью. После операционного периода в Обнинске проводится шестой сеанс терапии радиоактивным диодом. В 2008 году у пациента определяется метастаз в поперечном отростке пятого поясничного позвонка, в связи с чем ему выполняется операция в институте нейрохирургии по удалению этого метастаза. После операционного периода сопровождается опять же терапией радиоактивным диодом. Это уже седьмой сеанс. При контрольном обследовании в 2009 году у пациента выявлен внутрикожный метастаз на шее справа. Опять же проводится хирургическое удаление по санации очага. В 2010 году у пациента выявляется метастаз в мягких тканей поясничной области справа, уже ниже зоны ранее выполненной операции. У пациента выполняется сеанс радиочастотной абляции опухолевого очага. Далее у пациента были выявлены метастазы в количестве четырех в мягких тканях левого бедра в зоне ранее выполненной операции и метастаз в крестцовый отдел позвоночника и лунную кость. В 2011 году была выполнена операция по удалению метастазов в мягких тканях бедра и в институте нейрохирургии на установке кибернож проведена лучевая терапия на костные метастазы. Далее, в 2012 году у пациента выявляется метастаз уже в мягких тканях правого предплечья, в связи с чем, опять же, пациенту проводится хирургическое лечение по санации данных метастатических очагов, что приставлено на фото. В 2012 году проводится лучевая терапия на установке кибернож по поводу новых костных метастазов. Далее, у пациента отмечаются метастазы, появление метастазов в лимфатических узлах шеи слева, по поводу чего выполняется лимфодисекция на шее слева. Послеоперационный период, опять же, сопровождается терапия радиоактивным йодом, это уже у нас восьмой сеанс. В 2012 году, в связи с протеканием ранее установленного голосового протеза, при этом стоит отметить, что у пациента очень удовлетворительное качество голоса, производится замена этого голосового протеза. На этом история, как говорится, не заканчивается. У пациента появляется метастаз в мягких тканях грудной стенки на уровне 11 ребра, по поводу чего проводится сеанс радиочастотной термоабляции под ультразвуковой навигацией. И также дополняется терапия радиоактивным йодом в девятом сеансе. Далее, 2014 год, очередная смена голосового протеза в связи уже с его грибковым поражением. И в этом же году отмечается продолженный рост метастаза в мягких тканях грудной стенки, который ранее подвергался радиочастотной абляции. И уже терапиальными хирургами выполняется открытое хирургическое вмешательство по удалению этого метастаза. С марта 2015 года пациенту назначена таргетная терапия на ксаваром, которую он получает по настоящее время. Вот вы видите фото этого пациента. Напомню, что сейчас ему 70 лет. В настоящее время у него активно продуцирующих опулей ткани по данным обследования не определяется. Пациент по-прежнему ведет активную социальную жизнь, продолжает читать лекции студентам. Ну, с регулярностью нас посещает. Какого мнения наших коллег по поводу данного клинического случая? Уникальный случай, конечно. Ситуация уникальна в том, что обычно дифференцированная опухоль при такой распространении первичной опухоли имеет благоприятный прогноз и удаление щитовидной железы и супрессивной терапии тироксином, что, вероятно, делалось и у этого пациента, решает все вопросы 90% пациента. Почему в этой ситуации все сложилось так драматично, и что пациент каждый год попадает на хирургическое лечение, как, наверное, термин санация здесь была какая-то вот, больше как, ну, из другой области, но здесь она, наверное, вполне приемлема была. По поводу терапии радиоактивным йодом, здесь тоже, наверное, есть какие-то вот нюансы, которые нужно оценить, и, в общем-то, эта ситуация больше для дискуссии, нежели чем для консилиума какого-то. Терапия радиоактивным йодом есть смысл тогда, когда она действует, и тогда ее можно называть терапией. А вот если введение йода было, и после этого не было действия, то есть мы не предотвратили развитие опухоли, скорее всего, это было введение йода и диагностика. И, собственно, вся эта история с тем, что после каждой операции выполнялось введение йода, наверное, в этой ситуации лучше было бы обойтись действительно диагностическими процедурами. Но, вероятно, настрой был и доктора, и пациента на то, что на сегодняшний день при дифференцированной опухоли самым оптимальным является хирургическое удаление с последующим лечением радиоактивным йодом. Если он не накапливает, мы должны искать пути, как помочь накоплению этого йода. Существует несколько методик, которые на сегодняшний день не оказались успешными. Там Роокутан, Литий, какие-то другие методы. Но пациент больше 10 лет находится в трудоспособном состоянии. И то, что на сегодняшний день он дожил до момента, когда появились препараты таргетной терапии, которая контролирует этот процесс при опухоли, которая не чувствительно реагирует на радиоактивный йод. Собственно, это достижение, которое демонстрирует этот пример. Помимо сарафиниба, есть препараты сулеметиниб, который повышает возможность накапливать радиоактивный йод, или левантиниб, который также используется у пациентов при йод-рефракторном раке щитовидной железы. В общем, это эмоции на тему, а может быть, есть какие-то конкретные вопросы. У меня вопрос к хирургам, присутствующим здесь. Как Вы относитесь к использованию такой активной тактики хирургической, в общем-то, агрессивной, к таким многократным операциям? Оправдано ли это? Есть ли в этом смысл? И далее хотелось бы сказать мнение эндокринологов вообще на уникальность ситуации и на биологию течения того, кто процесс? Значит, мы имеем случай с папиллярным раком щитовидной железы. Петр Иванович говорил, что больше 10 дистротипов папиллярного раком щитовидной железы, но они все, опять же, по наружным признакам, так можно сказать, маршологическим. Но здесь есть еще и вещь, которую мы до сих пор не можем смотреть. Это биологическая активность опухоли. В данном случае, к сожалению, мы имеем с очень агрессивно протекающим формой папиллярного рака щитовидной железы. А это усугубляется еще позже возрастом, где происходит снижение дифференцировки опухоли и агрессивность увеличивается. На всех руководствах оно оценивается как ухудшающий прогноз. К сожалению, единственными методами лечения здесь существующими является хирургия и, как возможность, попытка радиоотлечения. Но она тоже не всесильна, потому что значительная часть опухоли в этом возрасте будет радиорезистентной. И поэтому, конечно, остается у врача единственный способ, этот хирургический, ему остается только реагировать на ситуацию, которая возникает. Но это позволило человеку прожить достаточно большой период времени, достаточно активного образа. Поэтому я считаю, что хирургическая тактика здесь абсолютно оправдана. Дело в том, что не нужно забывать о том, что 10 лет назад таргетная терапия еще не применяла для лечения таких пациентов. И вот здесь Петр Иванович правильно заметил, что вот такая активная тактика позволила ему дожить до того момента, когда они начали активно применяться. Это произошло всего несколько лет назад. То есть здесь и вопрос радиооттерапии не было альтернативы. Только динамическое наблюдение, что является очень тревожным для пациента и для врача. То есть остается ощущение, что ничего не делается. На пациента только смотрят. А вопрос с таргетной терапией тогда не стоял. Есть момент, который с кибер-ножом позитивный оказался. Я думаю, что когда нужно было контролировать рост отдельных участков опухоли, в общем-то лучевая терапия оказалась вполне эффективной. То есть я думаю, что может быть изначально момент, когда после удаления щитовидной железы пациент не настроен был на удаление части трахеи и гортани, возможно, нужно было бы... Ну и тогда кибер-ножа, наверное, не было, да? Знаете, как раз превосхитили те слова, которые я хотел озвучить, что здесь вот это принятие решения о фотодинамической терапии как прикрытие, может быть было менее оправданно за счет того, что глубина проникновения в фотодинамической терапии несколько меньше, чем была глубина инвазии опухолевого роста. И, возможно, альтернатива в виде облучения послеоперационного была бы несколько более оптимальной, хотя гарантии этого нет. Но радикальный вариант лучевой терапии был бы более высокий, нежели чем фотодинамик? Безусловно, безусловно. И что касается вот такого локального воздействия, что хирургическим методом, что кибер-ножом, причем дозы, которые здесь указаны, на самом деле это эффективные дозы, если пересчитать их, практически радикальные. Таким образом, это локальное периодическое воздействие, которое обеспечило человеку более 10 лет хорошее утромительное качество жизни, несмотря на то, что на прогноз в целом, на факт излечения это не очень повлияло. Я хотел бы напомнить и сделать акцент на словах Владимира Сергеевича о необходимости тщательного динамического наблюдения и контроля. И подчеркнуть данную ситуацию, что именно соблюдение необходимых объемов алгоритмов и сроков постоянного динамического контроля за этим пациентом позволяли нам своевременно выявлять прогрессивные опухолевые процессы и проводить адекватные меры воздействия. И хотел бы задать вопрос аудитории, можем ли мы на примере данного больного говорить о развитии у него радиоотрезистентности. Очевидно. Да, абсолютно правильный вопрос, потому что, может быть, надо акцентировать внимание на том, что все-таки на сегодняшний день лечение радиоактивным йодом является предпочтительным для больных вот в таком форме рак щитовидной железы. И только при йод-резистентности мы можем говорить о назначении таргетной терапии. На сегодняшний день фактически только один препарат, и он не так давно запестрел, он это сарафини. Какого-то опыта большого по лечению опухоли щитовидной железы, ну, наверное, в клинического опыта, наверное, пока еще нет. Есть данные исследований, да, что препарат работает, работает хорошо, увеличивает безрецидивную выживаемость пациентов. Это на довольно большой группе было больных показано. Известна безопасность, токсические реакции, то, что он уже давно применяется и широко используется при раке почки и при гепатоцеллюлярном раке. Что касается рака щитовидной железы, в общем, в клинике, это не такие большие наработки. И только если мы смело можем говорить о развитии йод-резистентности, тогда встает вопрос о назначении таргетной терапии. Препарат тоже не безобидный, тем более для пожилых больных, имеет сердечно-сосудистые осложнения и так далее. И не дешево. Ну, это да. И мало по-одному доступные, наверное. А вы обратили внимание на особенность лечения болезни этого больного? У пациента за эти 13 лет не появились метастазы в лечке. Хотя это первая мишень, где должно быть проявление. Вторая – после лимфатических. Да, да. И можно ли говорить о радиоветной резистентности в этом случае? Ну, резистентность подразумевает к тому, что… Какие критерии существуют? Вот критерии. Двой очаг, который не накапливает йод, может считаться, и является метастазом рака щитовидной железы, может считаться йод-ненакапливающим раком. То есть даже один. Если у нас есть 10 очагов, и лишь один из них не накапливает йод, это тоже будет йод-рефрактерный рак. То есть это тоже подходит под критерии. Ну, и еще один критерий – это когда все очаги, допустим, накапливают радиоактивный йод, но при этом терапия радиоактивным йодом неэффективна, и все равно наблюдается прогрессирование. То есть вот этот критерий прогрессирования тоже является критерием радио-йод-резистентности. В связи с этим у меня вопрос к коллегам. К сожалению, мы, наверное, вправе ожидать у этого больного дальнейшее прогрессирование процесса в том же ином варианте. И вот Ваше мнение по поводу дальнейшей терапии, гормонозаместительной терапии, контроля, как можно долго применять лечение сарафинибом, и какая тактика может быть нами предпринята в случае выявления прогрессии вновь. Ну, стандартный подход к лечению таких болезней – это, конечно, с апрессивной терапией тероксином, которую еще никто никогда не отменял, да? Вопрос вот о таргетной терапии. Что касается, да, не пробовано, да. В общем, принимают таргетную терапию, пока пациент не спрогрессирует. Да, если у вас прогрессирует, то зарабатывают ротинулые таргетные препараты. Сейчас мы подходим, насколько мне известно, FDA уже зарегистрировала, бенботениб. Начинается, да, потихонечку развивается. Да, продемонстрировал даже более эффективность, чем сарафинибом, в лечении, более длинный период вживаемости. До прогрессирования. Так что, возможно, этот пациент, если он спрогрессировал, сарафинибом, у него будет шанс еще попробовать дальше его тениб, а потом еще и куча других таргетных препаратов, которые используются в других, под другим изологиям, но пока еще не зарегистрировано при раке щитойной железы. То есть у него есть шанс, а длительность приема этой же обуславливается исключительно его переносимостью и периодом его прогрессирования. То есть мы можем задать воволь о том, что наша общая линия лечения, она правильная, верная, и мы должны ли я продолжать? Есть вопрос от зрителей, спрашивает Лариса. Многократная радиотерапия неэффективная ранее, не навела ли на мысль до появления таргетной терапии о нечувствительности обклик радиотерапии? Смотрели ли мутации B600 и на родственнице, убирав мутации гена, и строила по этой столько связок радио-йод терапии? Ну, мы частично этот вопрос уже ответили, а у меня вопрос к нашим коллегам следующий. Может ли меняться чувствительность к радиоактивному йоду в процессе лечения? Безусловно. Но ситуация с радиоактивным йодом, она попрямую зависит от наличия механизма накопления этой йода. То есть натрий-йодистый симпортер, который загоняет йод в клетку, собственно, не всегда оказывается работает у того или другого пациента. И, собственно, вопрос на сегодняшний день стоит таким образом, чтобы мы и этот механизм учитывали. Но единственное, что в обычной клинической практике на сегодняшний день мы пока не можем эту ситуацию оценивать для того, чтобы как-то выбирать дальнейшую тактику применять или не применять радиоактивный йод. Но ситуация у данного пациента, я уже говорил, еще раз скажу, что, конечно, использование радиоактивного йода без эффекта в течение, скажем, двух-трех курсов уже бы навела на мысль о том, что ее нужно остановить. Но ситуация, наверное, выглядела немножко по-другому применительно к этому пациенту, потому как пациент читает гендлайны, и руководство так же хорошо, как и читают врачи, которые пользуются там и помогают ему хирургически. И его настойчивое желание провести после каждой хирургии радиоактивный йод, в общем-то, и приводило к тому, что ради ее диагностика была, а вот терапии я настаивал, что ее не было. И ситуация в дальнейшем, вот я говорю, что есть исследование по поводу слюмитениба, который как раз для такого пациента мог бы быть эффективным в плане редифференцировки для того, чтобы этот препарат, в конце концов, мог бы оказывать действие. В данном случае, оправданное его назначение, конечно, то, что было произведено. Назначение радиоотерапии? Нет, если... Ну, вот тут, понимаете, еще, может быть, не совсем... Вообще, сколько можно проводить сеансов йод терапии? Иногда, это мы встречаемся с клиниками, спрашивают. Вот больной прошел много-много сеансов йод терапии. И говорят, наверное, пора назначать ему таргетную терапию. Мы здесь не очень... Количество сеансов на самом деле как-то пытаются ограничить в том плане, что большие активности, они могут быть небезопасны в плане развития вторых опухолей. И, собственно, ситуация, когда у пациента идет прогрессирование активное, развитие... он не доживет до второй опухоли. Поэтому на сегодняшний день практика, что достигли 20-22 ГБК и остановились, если... она не всегда возможна, если мы видим хотя бы стабилизацию у этого пациента. Поэтому в этих руководствах появляются цифры о том, что нужно, может быть, и 50 ГБК для этого пациента быть. Есть еще один момент, который эту ситуацию делает различной в том плане, что если вводятся разовые высокие активности, то, вероятно, 2-3 сеанса высокой терапии могли обеспечить пациенту глубокую цитопению. И, в общем-то, тогда бы эта процедура точно не могла бы быть использована. Если радиотерапия проводится невысокими активностями и получается стабилизация без прогрессирования, в общем-то, мы видим длительные курсы до 50 и выше ГБК, что, в общем-то, не приветствуется в плане того, чтобы максимально быстро достигать эффекта у конкретного пациента. Мы не должны еще забывать о вреде, превышающих доз, в плане вплоть до развития вторичного, второго злокачественного процесса. В связи с последними мнениями, я хотел бы спросить о роли ПЭТ-диагностики, ПЭТ-КТ, у пациентов с высокодифференцированными формами рака щелетной железы и у пациентов, у которых имеется радиотрезистентность. Ну, ситуация с ПЭТ-диагностикой, она на сегодняшний день очень актуальна у пациентов при быстром прогрессировании опухоли. То есть, нет смысла оценивать и посылать, оценивать активность опухоли с использованием оптор-дезоксиглюкозы, которая показывает активные быстро растущие опухоли у пациентов с деференцированным раком щитовидной железы. Но если мы сталкиваемся о том, что идет быстрое прогрессирование опухоли, исследование с ПЭТ показывает нам места, которые мы можем пропускать, если полагаемся только на сцентографию всего тела с йодом и опухолевым маркерами. В этой ситуации ПЭТ нам может определить то место, которое необходимо в воздействии. И тогда лучевая терапия или хирургические методы могут оказаться... Чем чаще они будут обнаружены, эти места, тем более больше шансов получить эффект от использования либо хирургии, либо прицельной лучевой терапии. И еще у меня вопрос есть к Алексею Амуровичу Наталье Викторовне. Как Вы считаете, какие специалисты должны наблюдать этого пациента? Ну, я считаю, что этих пациентов должны наблюдать эндокринологи-онкологи. То есть, как общий онколог, наверное, не подойдет на местах. Ну, вообще, конечно, они должны наблюдаться в специализированных центрах. Потому что именно там есть мультидисциплинарная команда. И специалистов по ультразвуковой диагностике, и радиологов, и эндокринологов, и онкологов. Это должна быть тесная команда. Сплоченная, представляющая себе, что такое рак щитовидной железы. Именно рак щитовидной железы, да? А не что-то другое, в общем-то. И очень тесно сотрудничающая друг с другом. У меня есть вопрос Виктора Степановичу. Тоже мнение, как опытного хирурга с большим стажем. Кто же должен все-таки оперировать этих больных, у которых имеется рак щитовидной железы? Общие хирурги, гинологи? Или это должны быть специализированные стационары, специализированные, подготовленные специалисты по опухолю головы и шеи? Конечно, Вы уже сказали, что только специализированные учреждения, специализированные отделения опухоли головы и шеи должны оперировать этих больных. Я так считаю. Уважаемые коллеги, наше время в прямом эфире истекает. Мы рады, что Вы были с нами и активно участвовали в нашей сегодняшней передаче, задавали вопросы. Если Вы не успели ответить на какие-то вопросы, Вы сможете задать их завтра на страничке этой программы, которая будет размещена на сайте. Мы прощаемся с Вами. Надеемся встретиться вновь в рамках цикла передач ведущей клиники России. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...